Всем привет и сегодня я буду рассказывать вот про эту лампу. Зовут ее 6N2P. Это советская лампа 76 года выпуска. Меня часто спрашивают, можно ли в усилителе применить эту лампу взамен 12AXC. На что я часто говорю, что этого сделать нельзя, потому что у них разное расположение контактов под накал. Я конечно прекрасно понимаю, почему такие вопросы задают. Потому что, к сожалению, сейчас 12AXC фирменных производителей, электрогармоник, софтек, танксол и так далее, стоят недешево, скажем так, более 1000 рублей за штучку. Вот такие лампы сейчас на развалах, на старых радиорынках, да и на авито, достаточно большое количество продается их как всякими там старенькими дядьками, у которых залежи еще с советских времен. Вот. Сразу оговорюсь. По идее можно эту лампу поставить в усилитель взамен 12AXC. Первое, как я и сказал, у нее другой накал, другое расположение выводов под накал, но с этим можно бороться. И об этом как раз данное видео. И второе, сразу предупреждаю тех, кто начнет сейчас говорить, вот, ты на характеристики посмотри, да там, да, я могу сказать точно, что у них немножко отличаются характеристики. Различия несущественные, не огромные прям. И в качестве эксперимента, переделав накал вот этой лампы, спокойно можно ее использовать. Так, давайте перейдем к схеме. Вот. Это схематическое изображение двух ламп. 6N2P и 12AXC7. Как мы видим, номера контактов анодов совпадают. 1,6, 1,6. Управляющих сеток 2,7. 2,7 совпадают. Катодов 3,8. 3,8 совпадают. Теперь давайте посмотрим на накал. Значит, у 6N2P накал выходит на контакты 4 и 5. У 12AXC7 накал выходит на контакты 4, 5 и 9. Что это такое? Изначально в 12AXC7 накал 12,6 вольт. То есть, если мы подаем на 4 и 5 контакты 12,6 вольт, у нас также будет светиться накал, как ему положено. Но есть некая средняя точка, 9 контакт, которая, по идее, делит эту спираль, ну, 12 вольтовую, делит на две половинки по 6,3 вольта. Соответственно, когда мы подключаем схему 12AXC7, мы объединяем 4 и 5 и среднюю точку 9. У нас получается две спирали по 6,3 вольта. В 6N2P у нас эти спирали уже запараллелены внутри лампы и никакой средней точки не имеется. На 9 контакте у нас экранирующая сетка, которая разделяет два триода друг от друга и, по идее, должна вешаться на землю. Ну, она как бы взаимоисключает влияние одного триода на другой. Вот, здесь её можно попробовать рассмотреть. Между... Ну, здесь-то она, если видно, вот она такая. И она как раз уходит на 9 контакт. Вот прям видно. Вот он, видно на неё уходит. Вот. Значит... Теперь давайте подумаем, как нам можно переделать лампу 6N2P на другой накал. Для этого мы берём уже вот такие два рисунка, где нарисована эта лампа с номерами контактов. Номера контактов, если смотреть на лампу со стороны штырьков, они идут по часовой стрелке. Первый вот этот, девятый вот этот. Вот. Здесь схематически изображено. И я сейчас нарисую, как реализован накал в 6N2P и в 12AX7. И как его можно переделать, не залезая внутрь лампы. Значит, как я уже и говорил, у 6N2P две нити накала по 6,3 В, они запараллелены. Схематически это выглядит вот так. На четвёртом и пятом контакте висят две запараллельные спирали. Как это выглядит на 12AX7. Значит, с четвёртого контакта на девятый одна спираль. С пятого контакта на девятый вторая спираль. Вот, внимательно посмотрите. Итак, для того, чтобы нам 6N2P сделать возможность её работы вместо 12AX7, нам необходимо вот этот вот контакт, ну, либо этот, либо четвёртый, например. Ну, скажем так, пятый. Отрезать от пятой ножки, но внутри лампы мы этого сделать не можем. И перекинуть его на девятый контакт. Соответственно, у нас будет также две запараллельных нити накала на четвёртом и девятом контактах. Так как при монтаже схемы вот эти вот контакты у 12AX7 всегда замыкаются, соответственно, что мы можем сделать? Мы можем, грубо говоря, откусить ножку 5. Это я не здесь, вот здесь надо было. Ножку 5 откусить просто кусачками. И тот маленький кусочек, который остался от неё, проводком соединить с девятой ножкой. А теперь я это всё покажу, как делается реально. Я использую вот такую вот подставочку, удобную, для того, чтобы работать с этой лампой. Мы её ставим штырьками вверх. Вот здесь-то она более плотно стоит. Штырьками вверх. Ещё раз напоминаю. Когда штырьки обращены к нам, мы считаем справа налево по часовой стрелке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мы находим любой контакт, либо четвёртый, либо пятый. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте пять, потому что наименьший путь к девятой ножке. Мы его откусываем, оставляя, ну, где-то, наверное, миллиметр. Вот так. Вот видите, да? Опять-таки, хочу сказать сразу, что это для людей, которые дружат с паяльником. Дальше мы берём провод многожильный. Берём пару жилок, достаточно по сечению. Берём просто, скручиваем их. Немножко запутался. Мы их скручиваем. Получается вот такая вот аккуратная скрутка. Не хочет фокусироваться. Ну, вот такая вот. Так, мы эту скрутку обложиваем. Так, ещё хотел бы сразу рассказать. Меня спрашивают иногда, каким припоем пользуешься. Вот. Это немецкий припой фирмы Felder. Вот с такими характеристиками. Он с флюсом. 2,5% флюса уже содержится в этой проволоке. Очень удобно паять. 1 миллиметр толщина. И, значит, содержание свинец 60. Ой, извиняюсь. Олова 60. Свинец 39. И 1% даже меди здесь содержится. Вот. При работе этим припоем пайка получается всегда очень блестящая и аккуратная. Мы обложиваем этот проводок. Вот такая красота. Значит, обрезаем. Один кончик закругляем. Вот так получается такой маленький крючок. Далее. Это очень важно для того, чтобы не перегревать лампу, потому что если вы долго будете держать паяльник возле контакта, может треснуть лампа и, соответственно, сразу же нарушится ее герметичность и она не будет работать. Я беру паяльной кислотой. Я беру паяльной кислоты. Ну, такой старый тюбик у меня уже давно. Я им крайне редко пользуюсь. Беру просто частичку паяльной кислоты. Наношу возле этого контакта. Также у основания девятого контакта. Чуть-чуть. То есть, кислота сейчас моментально уберет окислы и поможет нам быстро облудить этот контакт. Значит, мы берем очень быстро. Все. Все. Контакт обложен. Смотрите. Может быть, не видно. Так. Проволочку прикладываем. Все. Припаяли. Теперь просто загибаем вокруг девятого контакта и откусываем лишнее. Надо было сначала откусить. Вот. И загибаем возле девятого контакта. Стараемся, чтобы проволока была максимально близко к стеклу. Теперь берем так же паяем. Готово. Вот что мы имеем. у нас контакт, пятый контакт был оторван от ножки и перенесен на девятый. Соответственно, в панели, в ламповой, в которой стоят выселители, у нас на девятом и на пятом или четвертом контакте всегда присутствует 6,3 вольта накал. Значит, теперь демонстрирую. Теперь демонстрирую. Вставляем эту, так, чуть загнут один контакт. Вставляем лампу в панель, смотрим, контакт пятый, который мы откусили, он не доходит до контакта. Если у кого-то есть какие-то сомнения, можно сделать какую-нибудь диэлектрическую прокладку сюда поставить. Ну, я считаю, что этого не нужно. Это первое. То есть, контакт не доходит. И наш запаянный девятый контакт не мешает полностью утопить лампу в панель ламповую. Вот. Итак, мы преобразили 6N2P. В частности, еще хотел сказать, это 6N2P-EV. Эта лампа отличается большей надежностью и долговременной работой, потому что это как военная приемка. Советская военная приемка. 1976 год. Эти новые лампы еще прям коробками продаются. Значит, о влиянии ее на звук. Могу сразу сказать, что в хайгейн с огромным усилением аппарата такая лампа не то, что не пойдет. Она может давать дополнительный фон, так как на девятой ножке у нас теперь появился потенциал накала. Он, по сути, никак не может, ну, сильно не может повлиять на триоды, но все равно, как показывает практика, если такую переделанную лампу ставить в какие-нибудь хайгейн аппараты, возможно, несущественное увеличение фона. На чистом звуке фона не слышно совсем. Ну, это так. Практическое руководство. Может быть, кому будет полезно. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.